Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у нас очередной, второй по счету выпуск рок-поэзии. За прошедшую неделю стихов я сочнил немного, так как помимо этого плотно занимался подготовкой и выпуском новых клипов, постов в инстаграме и ютуб, а также много времени уделял ответам нашим уважаемым подписчикам и хейтерам. Поэтому в этом выпуске я познакомлю вас с реакцией уважаемой публики на предыдущий выпуск рок-поэзии, да и на ранее опубликованные мои стихи. Вначале я покажу, как меня учат уму-разуму различные крупные специалисты в области русского языка и поэзии, а затем уже процитирую людей, которые действительно в этом разбираются, ну или хотя бы чувствуют истинность поэтического слога. Основная масса крупных специалистов-филологов характеризует мои поэтические опыты очень кратко. Дмитрий Багдашин. Это полнейшая хрень. Смотр-ин. Кал. Лайт-вайн. Бездарное графоманство. Но это говорят опытные критиканы. А вот будущие крупные специалисты слегка озадачены моими стихами. Они не до конца понимают, с чем они столкнулись. К примеру, 16-летняя «Excuse me, my so cello» в прострации произносит. Херня какая-то. Один наш подписчик весьма интеллигентно попытался объяснить ей, что у нее пока еще нет ума. На что получил ответ. Вы даже подумать не можете, насколько я умна. Чтобы прояснить ситуацию, другая наша подписчица задала ей вопрос, уточняющий. А почему херня? На что получила ответ, что та закончила музыкальную школу, умеет играть на какой-то редкой балалайке. И вот дословно. Потому что я как музыкант слышу, что это херня. К обсуждению моих стихов также подключилось немало крупных специалистов в области глагольных рифм. Комментарии их однообразны и в основном звучат так. Рифмовать глаголы не очень. Хватит рифмовать глаголы. Но есть и более оригинальные. Квеллада Кит говорит. Кто рифмует на глаголы, тот монголам платит дань. Поэтому пришлось ответить и этим крупным специалистам, что исходя из прочитанных мною стихов, в том числе стихов различных нобелевских лауреатов, я обратил внимание на то, что они используют в своей поэзии любые рифмы, в том числе и глагольные, когда им надо поточнее выразить свою мысль. То есть, я так понял, что большие поэты очень уважительно относятся к любым частям речи. Или, может быть, мне это так показалось? Я надеюсь, вы меня поправите, мои уважаемые подписчики, если я не прав. Крупным специалистам по глагольным рифмам подключились и специалисты по употреблению различных русских слов. Вот, к примеру, Серж Томский в излюбленной критиканами издевательской манере обратился ко мне. Крупным специалистам почему-то очень нравится эта манера. «Какие прекрасные стихи! Использованы мои любимые лишь и уж! Еще советую взять на вооружение!» И приводит мне стих свой. «Лишь толь узрел сих строк черту, Уж в раз поблек мой взор ярливый!» На что мне пришлось дать ему развернутый ответ. Вы даже не представляете, как я рад, что еще один продвинутый литературный критик анализирует мои стихи. Теперь я буду знать, что в стихах на русском языке нельзя использовать русские слова. Направляю вам еще несколько стихов, чтобы вы подсказали, как там правильнее сказать. После этого я направил ему цитаты из стихов Цветаевой, Ахматовой и Бродского, в которых эти великие поэты используют слова «уж» и «лиш». «Такой уж почет, что ближайшим друзьям нет места, Везглавье, везножье, И справа и слева, Ручище по швам, Жандармские груди и рожи». И вот уж в темноте ночной Окну с его сиянием лунным Две грядки кажутся волной. Стол пустовал, Поблескивал паркет, Темнела печка, В раме запыленной Застыл пейзаж, И лишь один буфет Казался мне тогда Одушевленным. Путь мой жертвенный И славный Здесь окончу я, И со мной Лишь ты мне равный, Да любовь моя. А так как этот пользователь Посоветовал мне Взять на вооружение Предложенный им стих Про черту уж И взор ярливый, То и я Ответил ему стихом. Стоит употребить поэту Слова простые Лишь и уж Как тут же критики вылазят С рожей черней Поблекших уж Узрев своим ярливым взором Его прекрасные стихи Пытаются учить поэта Писать по-русски Знатоки. Нашелся еще один Очень продвинутый Специалист С ником Д. Ф. Который также Прокритиковал меня Стихами. Служил профессор Стихоплетом. Профессор Стихоплетом Слыл. А к ину И тупому Графоманству Он верой Правдою Служил. И затем Еще добавил Голоса Мудрого Профессора. Ритм В стихах И рифма Это важнейшее Три восклицательных знака. При этом Он написал Слово важнейшее Через букву Ща. Пришлось Ему также Ответить стихом. Д.Ф. Считал Важнейшим Рифму И ритм Важнейшим Он считал. Д.Ф. Не слышал Про верлибры На содержание Чихал. Еще Безграмотным Д.Ф. Был Не отличал он Ша От Ща. И критикуя Рок-поэтов Важнейшим Он считал Себя. А на мой Стих Есть у нас В России Золотые Шпили Золотые Мили Да одна Беда У души У светлой Что стремится К храму У судьбы Достойная Страшная Судьба Слишком Судьба Вот Стих Стих Настфер Тур Классные стихи у вас Жаров Леонид Хороший слог, лирично Ганн 3750 Глубокие стихи Бутаева АА Очень красивые стихи Трогают до глубины души Ачатарен Да, хороший текст и смысл присутствуют Богатые миллиардеры Отлично Эдик Рок Стихи проникновенные Какой правильный смысл песни Мурашки по коже У другого человека такая же реакция Бибахт У меня мурашки от ваших стихов Спасибо, пробило до глубины души Оригинал Лайт Спасибо огромное Замечательные стихи Пронзительные Юни Дерус Очень хороший текст И музыка тоже симпатичная Адвокат Ватолин Какие прекрасные стихи Настоящий поэт Фри Вилл 161 Поэт в России больше, чем поэт В России все поэты рок-артисты Виталий Новичков Виталий Новичков Всегда в ваших стихах видел что-то от Бродского Чувствую настоящую поэзию за милю Кульверстюк А.С. Очень глубокий текст Яркий и запоминающийся Мне очень нравится ваше творчество Все песни разные И не похожи друг на друга И в то же время четко выдержаны В рамках одного стиля Браво! Жду новых треков Обзор комментариев закончен Теперь прочитаю вам пару своих новых стихов Первый называется «Человеческая память» Человеческая память, к сожалению, коротка Часто думаешь, все помнишь Раз и подзабыл слегка Даже не слегка, а прочно Что не можешь иногда рифму подобрать простую Оказалась ерунда И порой не помнишь даже Что хотел писать в обед Вроде каша или Саша Или Сажа Все, привет Надо делать перерывы в сочинении стихов А то вообще забудешь Про значение разных слов Только все это не страшно Главное не позабыть Что на самом деле важно Не забыть благодарить Кто в беде был рядом с нами Наших преданных друзей Или тех, что нас любили Когда не было рублей Или тех, кто помогал нам Когда были мы никем Вот чтобы не позабыть нам В суете своих проблем И еще не позабыть бы Человеком быть всегда Смелым, честным, милосердным Вот что важно, господа Позабыть Зарифмовал я на глагол Благодарить Не нашел точнее слова Выражая свою мысль Знаю, что меня осудят Все враги глагольных рифм Но пока я что-то помню Благодарен даже им Следующий стих называется «Если что-то задумал» Если что-то задумал Начинай прям отсюда Не раздумывай долго Мир сегодня другой Это вовсе не значит То, что нужно быть глупым И бездумно кроить Не разметив покрой Долго думать опасно Ведь идеи витают Прямо в воздухе Рядом Воплощение ждут Не проспать бы идею Что сама предлагает Воплотить ее в жизни В жизни стать кем-нибудь Мир давно изменился Увеличилась скорость И машин, и ракет И мышление людей Не успеешь проснуться А ушел уже поезд И другие отцы У твоих же идей Те, что мало болтали Но вот слушали много Льстили и восхищались Наризною идеей Красотою задумок Поэтичностью слога Подающих надежды Но тщеславных людей Им не нужно и было Изучать, напрягаться Подключать на прослушку Привлекать шпионаж Лишь внимательно слушать Расписного паяца Что ведет добровольно Гордый свой репортаж И скажите, друзья мне Кто из них поумнее Подающий надежды Но спесивый талант Или кто воплощает В жизнь чужие идеи Хотя вроде по жизни С неба звезд не хватало Где теперь те таланты Эти гении слова На перроне с бомжами Смотрят вслед поезда Или с кружкой пива Всем друзьям объясняют Как ответят достойно Этим всем подлецам Мы должны четко помнить Что идеям не важно Кто их первым увидел Кто вторым Кто потом Для них важно лишь только Воплотиться в реальность Ну а кто оживит их Тот и будет отцом На сегодня все Прощаюсь с вами До следующего выпуска Надеюсь Что к следующему разу Смогу сочинить больше стихов А вы не забудьте Подписаться на наш канал Чтобы первыми узнавать Мнение крупнейших специалистов О современной поэзии До свидания Друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok